Всем привет, это Лиза Краснова и сегодня вместе с вами я бы хотела провести эксперимент. Сделать весь свой макияж при помощи только косметики в стиках. Сегодня утром выдалась прекрасная погода, я подумала, что почему бы не сделать что-нибудь необычное. Для меня это действительно необычно, потому что чаще всего я выбираю именно сухие текстуры. А сейчас мы посмотрим, как я смогу справиться с кремовыми и только теми, которые находятся в стиках. А разве что только туши в стике я не смогла найти, поэтому буду использовать обычную. Но если вам интересно узнать, как я справлюсь с этим заданием, продолжайте смотреть это видео. Итак, начинать я буду с тонального крема. Это вот такой мультифункциональный стик от бренда Art Deco. Этих стиков есть несколько оттенков и бренд пишет, что вы каждый из этих стиков можете использовать как тени, хайлайтер, румяна, бронзер, в общем все что угодно. Буду наносить его на все свое лицо и растушевывать кисточкой. Кисточка, кстати, от Jaclyn Hill и бренда Morphe. И я снимала отдельный обзор на эти кисти, на эти кисти и кисти от Jeffree Star. Если вы пропустили то видео, ссылку оставлю на него вот здесь и внизу в описании. Кстати, тональные кремы в стике, это, конечно, не мое любимое средство. Даже не знаю, как с ними справляться. Видео с отзывом о Maybelline. Я показывала там один из стиков, который вот у меня был именно от Maybelline. Он мне, конечно, не очень понравился. Посмотрим, как будет вести себя стик от Ardeco, потому что косметика Ardeco мне в основном нравится. И в качестве я знаю, это одна из тех косметик, которые я начала пользоваться, когда начала вообще пользоваться косметикой. По видео я вижу, что выглядит этот тональный крем хорошо, но, как и любой тональный крем в стике, который мне попадался, которыми я успевала бы пользоваться, они все ложатся очень странно на кожу. Сам стик очень мягкий, при нанесении он тает от теплокожей и очень хорошо, легко отдает цвет. Но единственный момент, что вот действительно мне не очень нравится, как он лежит, посмотрим. Возможно, со временем он усядется. Единственный стик, на который я слышала только позитивные отзывы, это Vanish Stick от бренда Hourglass. Но, к сожалению, у нас этот бренд не представлен. Ничего сказать по этому поводу не могу. Остается только верить отзывам. Других блогеров. Кстати, мне кажется, что на камеру вообще как-то он вроде симпатично очень выглядит. Форма стика, это, конечно, если бы найти идеальный, то это самое удачное средство для путешествий. Кстати, на лбу он очень даже неплохо лег и как будто бы даже почти хорошо подходит мне под оттенок моей кожи. Есть также консилер, который, в общем-то, как обычный консилер здесь вот выкручивается, но также он вот в такой помадке. Это было не запланировано, честно говоря. Вот в такой вот помадке классической. Ну, будем считать, что это стик. Я не фанат таких консилеров, и я не люблю вот эту вот формулу такую, которую нужно растирать. Я знаю, что такие средства считаются как бы корректорами, которые должны исправлять какие-то серьезные проблемы на лице, но на этом средстве написано «консилер 2 в 1», поэтому будет у нас «консилер 2 в 1». Растушевываю все кисточкой от Jeffree Star. Кстати, она очень хорошо все растушевала. А вот эта обратная сторона консилера, она прям шикарная, мне очень нравится ей пользоваться. Я оставлю все названия всех средств внизу в инфобоксе, поэтому переходите туда. Ой, я только что поняла, что я же не смогу здесь использовать пудру. А как же тогда быть, если весь мой консилер скатается? Пудры в стике-то не бывает. Это, конечно, попадалово. Что же делать, как же быть? Не могу тебя забыть. Ну что ж, ладно, раз пошли на эксперимент, будем экспериментировать до конца. В качестве контуринга я буду использовать один из своих любимых продуктов именно в этой категории. Пожалуй, все-таки любимый продукт в этой категории – это Maybelline Master Contour. Мне вот эта белая часть, конечно, вообще не нравится, она какая-то дурацкая, я не понимаю, с чем ее прилепили. А вот эта темненькая, очень классная, очень хороший оттенок, и на мне он супер классно работает. Он очень хорошо, этот продукт сливается с кожей. В видеосъемке там на телеке или где-то очень хорошо смотрится именно кремовая коррекция, потому что она выглядит максимально натурально. А вот коррекция для жизни я все-таки считаю лучше сухая. Очень любимый румяна от бренда Golden Rose. Я показывала их в видео, где я делала отзыв о косметике Golden Rose. Посмотрите на этот оттенок, он какой-то космический. Здесь есть также небольшие сияющие частички, и он в жизни вот на природе, ну и на естественном освещении смотрится как-то настолько магически. Наношу на вот тут яблочке щек и, наверное, кистью оттона буду их растушевывать, чтобы они лучше слились. Слились немножко, совсем чуть-чуть. Они, несмотря на свой такой ненасыщенный оттенок, довольно пигментированные. Удобно, что если использовать кисть оттона, то остатки тонального крема вот как раз немножечко так это все аккуратненько растушуют. У меня даже есть средство для бровей в стике. Это, конечно, своеобразная такая штучка от бренда Lancome. Это карандаш для бровей. Он, ну, как будто бы карандаш, но все-таки он стик. Я посчитала, что его можно сюда взять, он очень выгодно впишется в тематику нашего видео. Как раз мне пригодилась кисточка от Jeffree Star, которую я не использовала в прошлом видеоотзыве. Мне этот стик очень нравится, у него красивый оттенок. И этот карандаш мне нравится тем, что вот его можно наносить вот так вот кисточкой. Он очень широкий, то есть просто так на брови им не нарисуешь. Особенно, если у вас тонкие брови. И прочесываю. Этот карандаш имеет очень легкую фиксацию. Если вам нужно прям хорошенько уложить брови, то вы с ним этого не сделаете. Вроде бы брови как бы яркие, но при этом не монолитные, потому что иногда, когда рисуешь вот такими помадками или чем-то, бровь получается слишком бровастая, какая-то такая тяжелая. А это средство за счет того, что оно как будто бы прочесывается между волосков, дает такой эффект очень легкой бровки. Двое теней в стике. Первые тени от бренда Yves Saint Laurent. Они действительно крутые, я их очень люблю. У них две составляющие. Одна такая мерцающая, такая дискотека. И другая матовая часть. Они очень хорошо растушевываются, потом они схватываются. Такие же, кстати, классные кремовые тени есть у Lancome, но я их оставила дома и только что об этом вспомнила. И сейчас новинка от бренда Maybelline. Это коллекция Maybelline и Puma. Здесь оттенок один очень красивый бронзовый. А, и другой тоже матовый. То есть такой же принцип. Ничего, что эти два цвета как бы совершенно одинаковые. Вот это интересный поворот. Ладно, совсем минимальная, едва отличимая разница есть, если вот так смотреть на эти стики. Но если смотреть на руку, это совершенно идентичные два оттенка. Уже прямо у нас напрашивается новая оттенка с дешево-дорого. Ну что ж, я думаю, что раз такая пляска, то давайте попробуем нанести тени от Maybelline и Puma. Тем более, что оттенки очень красивые. Ой, у меня уже тут все скаталось. Весь мой красивый помадный консилер. Карандаш этот безумно мягкий. Совершенно не царапает века. И просто синтетической кистью немного растушую. Красивый цвет. Я, конечно, фанатка таких бронзовых оттенков. Они мне идут. Поэтому я всегда с удовольствием выбираю тени в такой гайне. Давайте попробуем вот эту матовую часть. Я тоже немного ее нанесу. И растушую. Вот здесь уголок. И такой набитой кисточкой синтетической. По-моему, хорошо. Получается очень хорошая комбинация оттенков. Я буквально вот тут как будто бы точечку ставлю в внешнем уголке. И потом эту точечку растушевываю. Вот. Немножечко в складку. И к центру века. И теперь этой же кистью, вот этим вот темным оттенком, совсем чуть-чуть, немножечко подвожу нижнее веко. Средство, которым я никогда не пользовалась, пока что меня ничего не разочаровало. Ну, по крайней мере, так, чтобы прям совсем. Ну, естественно, стик тональный. Но это, мне кажется, вообще не мой продукт просто. Мне кажется, что это зависит от кожи. Потому что минимальное какое-то сияние. Вот здесь на подбородке вообще все хорошо легло. На лбу легло хорошо, но уже стало сильно-сильно блестеть. Но вот здесь вот, где нос, просто какая-то катастрофа. Мне вообще не нравится, как это средство выглядит. И вот этот консилер помадный тоже уже весь скатался. Выглядит, конечно, ужасно. Сейчас я хочу нанести очень красивый космический хайлайтер. Это тоже бренд Art Deco. Посмотрите, какой он мерцающий, голографический. Ну-ка, вот сюда. Как будто влажная кожа. Вот знаете, что-то похоже на кожу Ким Кардашьян на Мэтт Гала. Вот на лето можно использовать просто на голую кожу. Но один момент, что этот цвет немного холодный, поэтому на сильно загорелой коже, наверное, он будет смотреться немного инородно. Реально дает эффект влажной кожи. Конечно, кресло ресницы. И проблема номер раз, которую я обнаружила, это то, что на неприпудренную кожу отпечатывается максимально тушь сразу, прямо во время нанесения. И это, конечно, ужасно. У меня сейчас на глазах вот такая тушь. Я ее показывала в видео про топ-5 бюджетных средств. И финальный штрих. Помада от бренда Зоева из коллекции Screen Queen. Очень красивый оттенок. Он именно такой освежающий весенне-летний. И он безумно-безумно глянцевый. Вот сейчас он, конечно, похож немножко на такую барби, но обычно, как я его наношу, жду, когда он немножечко впитается в кожу. Потом вот так пальчиками я ее вбиваю, промакиваю салфеточкой. Мне кажется, что весь макияж сегодня получился очень красивым. Ну, в плане как бы красивым, да, но как посмотреть сблизи, посмотрите, как мерцает хайлайтер. То есть такое чувство, как будто реально влажная кожа. Возьмите на заметку это средство. Я не знаю, есть ли у него другие оттенки, но есть ли вы визажист или вам нужно вот что-то такое красивое. Немножечко под ним растворяется тональный крем. Ну, опять же, я не знаю, растворяется ли под ним тональный крем, либо этот тональный крем просто сам по себе растворяется. И, в общем, мне кажется, что сегодняшний эксперимент удался. Я могу смело вас уверить в том, что можно сделать макияж только стиками. И, опять же, мне бы очень-очень хотелось попробовать тональный стик от Hourglass. Я надеюсь, что когда-нибудь мне удастся это сделать. Просто по картинкам в интернете я не хочу выбирать, потому что очень часто прилетаю с оттенком. Поэтому я подожду какую-нибудь поездку, где представлен бренд Hourglass в Сифарея, там и куплю. Я надеюсь, что это видео немножечко вас развлекло, было для вас полезным и интересным. Если да, поддержите его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Я желаю вам прекрасного дня и до новых встреч. Пока!